Дарья Пекешева Дарья Пекешеву сюда привезли родные. На руках и ногах пострадавшие синяки. У нее высокая температура тела. Сама она говорит, что до сих пор не может отойти от шока. Ее насиловали. Все эти дни не кормили и угрожали ей. Я не хочу пить, я не употребляю водку или спирт. Попробуй, пожалуйста. Я говорю, нет, спасибо, не хочу. Но я покурилась с ними. Мне разносить начало. Я уеду в Чаймск. Нет, лежать. Все. Сил начал держать крепко. Сил больше. Я что могла сделать? Дарья также рассказала нам. Поднакомилась в сети интернет с парнем. Он пригласил ее на дискотеку в другой конец города. Девушка уехала к нему на маршрутном такси, ничего не сказав родным. Вместо танцев она оказалась заперта в чужом доме. Семья разыскивала ее трое суток. Подключились десятки волонтеров. Были напечатаны сотни листовок с приметами и фото пропавшей девушки. Прежде Дарья надолго из дома не отлучалась. Дело в том, что она инвалид детства. Имеет психическое расстройство, наблюдается у психиатра, а также страдает приступами эпилепсии. Этой ночью родителям позвонила продавец одного магазина. Она увидела листовку и первый сообщила, где именно видели девушку. Тут же на место выехали мама и отчим Даши. Вот что они рассказали. Мы постучали, открыл молодой человек лет 30-32, может поменьше. Темно было, не видно. Я у него спросил, где Даша находится. Он говорит, здесь нету никого, я нахожусь один. Я открыл окно, залез сюда, смотрю, кто-то рядом с окном стоит кровать. Сдернул одеяло, увидел, что Даша находится полностью обнаженной. А этот молодой человек, я его не успел догнать, он убежал через дверь от заднего хода. В доме девушку предположительно удерживали два брата, одного из которых задержали прямо на наших глазах. Он утверждал, что ни при чем находился в соседней комнате и ничего не слышал. Мост с ней там был в комнате, я не знаю ничего. А почему не отпускали ее? Она хотела уйти. Забрали вещи ее. Зачем? Я ей вчера говорю, иди, говорю, к участковому, звони, тебя ищут. Она сама не хотела уходить. Брата доставили на допрос. Сейчас следствию предстоит выяснить все обстоятельства дела. Также девушка пройдет медицинскую экспертизу. А родители постараются сделать все возможное, чтобы их дочь скорее забыла ужасные дни. На этом у меня все. Алла, тебе слово. Спасибо, Ира. А в супермаркете Озерска охваченным огнем, этой ночью запертым, оказался мужчина. Кто он, сотрудник магазина, а может быть даже и вор, до сих пор устанавливается. Из горящего здания бедолагу эвакуировали спасатели. Смотрим фоторепортажи и комментарии начальника поисково-спасательной службы. Сам торговый зал, где-то площадью 100 квадратных метров, он находился внутри здания, внутри самого магазина. Но зашел в тупиковое место, подошел к двери, находился за закрытой дверью, а ключей от двери у него не было. Ребята бензорезом срезали двери и обеспечили ему выход на улицу. Телефонный разговор едва не стал роковым для жителя Юрюзани. Мужчина возвращался на автомобиле в родной город из Челябинска, но по дороге посырился с женой, резко свернул совсем в другую сторону и попал в тупик. Разъерен репликами жены, с трассы съехал на дорогу, ведущую в Златоу. Наехал на камни и пробил картер машины, отчего она заглопа. Три дня мужчина провел в лесу, пытался найти дорогу, с которой свернул, но все было тщетно. Насквозь промокнув от дождя и окоченев от холода, вызвал спасателей. К счастью, аккумулятор на телефоне еще не сел. Передал примерные ориентиры местонахождения несколько часов. Спасатели прочесывали лес и в результате нашли пленника. Он попросил отвезти его в сауну, отогреться. От помощи врачей и их жены отказался. Отдых с семьей на Диком пляже в Магнитогорске обернулся для 37-летней женщины трагедией. Она вошла в воду, но на берег так и не вернулась. Тело женщины искали больше суток. В реке Урал нашли тело жительницы Магнитогорска. Его увидели рыбаки и сразу же сообщили о страшной находке в полицию. Накануне женщина вместе с жителем и ребенком отдыхала неподалеку в 50 метрах. Пара распивала спиртные напитки. Женщина решила освежиться, но на берег так и не вернулась. По предварительным данным судебного медицинского исследования установлено, что причиной смерти является асфиксия, утопление. Это уже третий несчастный случай на воде в Магнитогорске с начала купального сезона. Недавно здесь, в реке Урал, утонул 16-летний молодой человек. Накануне стало известно еще об одной смерти. 36-летний рыбак упал в этот водоем и захлебнулся. Спасатели рассказывают, трагедии произошли в местах, где купание строго запрещено. Где ближе, там им хочется быть. Там вода потеплее, они там считают. Потому что от ТЭЦа у нас в городе текет там теплая вода. Она практически круглый год.